Ильшат Гафуров принял участие в годовом общем собрании, акционеров ПАУ Нижнекамск-Нефтихим. Стардан, приемная комиссия КФУ, открыла свои двери для абитуриентов. Одолевает волнение, как студенты Казанского университета сдают госэкзамены. 20 июня состоялось годовое общее собрание публичного акционерного общества Нижнекамск-Нефтихим. В нем принял участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. О том, как развивались события, расскажет Диана Шилова. Ильшат Гафуров принял участие в годовом общем собрании акционеров ПАУ Нижнекамск-Нефтихим. Встреча началась с церемонии запуска в эксплуатацию производства из абутилена, созданной в том числе благодаря усилиям ученых Казанского федерального университета. В части инвестиционных проектов Казанского университета предприятия давно и эффективно сотрудничают, внедряя в производство новые технологии. В частности, группа компаний ТАИФ, которая принадлежит и Нижнекамск-Нефтихим. Инвестировала в научные разработки через строительство нового лабораторного корпуса Химического института КФУ. В 2011 году при участии президента Республики Татарстан Рустама Миниханова состоялась закладка фундамента нового корпуса Химического института имени Бутырова КФУ. В фундамент были заложены три монеты. Первая монета начала 19 века, вторая одна 1953 года и монета 2011 года. Годы закладки первого камня в основании нового здания. Использование исследований по внедрению новых катализаторов группы Ламберова Химического института имени Бутырова КФУ в производстве Нижнекамск-Нефтихим привели к созданию совместной катализаторной фабрики. Запуск состоялся в октябре 2017 года. Данное событие – итог большого пути, который пройдет в тесном взаимодействии ученых Казанского федерального университета с научно-техническими службами объединения Нижнекамск-Нефтихим, группой ТАИФ, а также Министерством образования и науки Российской Федерации. На сегодня сотрудничество выстраивается между лабораторией акцепционных и каталитических процессов КФУ и ПАО Нижнекамск-Нефтихим. Целью работы является разработка и промышленная реализация высокотехнологического производства отечественных катализаторов, внедрение их в промышленную практику и модернизация существующих технологий синтеза изопрена. На сегодня сотрудничество выстраивается между лабораторией акцепционных и каталитических процессов КФУ и ПАО Нижнекамск-Нефтихим. Целью работы является разработка и промышленная реализация высокотехнологических производств отечественных катализаторов, внедрение их в промышленную практику и модернизация существующих технологий синтеза изопрена. Новое инновационное производство является очередным ярким примером эффективной совместной деятельности коллектива предприятий и ученых Казанского университета. Искренне поздравляю акционеров и трудовый коллектив в Южнекамске Фтихима с этим знаменательным событием. Диана Шилова, Универньюз. Узнать подробную информацию о вступительных экзаменах и подать документы теперь можно по адресам Кремлевская, 35 и Нужина, 2. В Казанском федеральном университете свою работу начала приемная комиссия. О том, какие изменения ждут абитуриентов, смотри в сюжете. 20 июня свою работу начала приемная комиссия Казанского федерального университета. В этом году она впервые располагается в двух местах по привычному адресу Кремлевская, 35, а также в культурно-спортивном комплексе УНИКС. В прошлом году мы столкнулись с тем, что достаточно серьезные были очереди у нас договорного дела, компьютерный класс, когда у нас приемная комиссия располагалась только во втором учебном корпусе Кремлевская, 35. Это снимет ажиотаж очереди и позволит в комфортных условиях, скажем, в течение двух часов абитуриентов пройти всю полностью процедуру. В этом году повысили баллы победителям и призерам Олимпиад, проводимых в Казанском университете и конференции имени Лобачевского, а также индивидуальные баллы победителям и призерам IT-школы «Самсунг». Активная работа ведется и по привлечению иностранных абитуриентов. В этом году планируется принять около двух тысяч человек на все формы подготовки. Была проведена колоссальная работа в течение всего учебного года. В этом году наши представители выезжали в страны СНГ, проводили там профориенционные мероприятия, проводили, скажем, предварительные отборочные испытания, по результатам которых сегодняшний день позволяет нам сделать вывод о том, что где-то 3,5 тысячи абитуриентов из стран СНГ изъявили желание поступить к нам. Наплыв абитуриентов ожидается в начале июля. Аттестаты школьникам начнут выдавать в конце июня, в начале июля. И вот после того, когда первые аттестаты будут получены, после 7 июля здесь будет первая волна, ажиотажа. То есть те, кто ждал аттестат, получил, скорее побежал сюда подавать документы. С 12 по 26 июля начинаются внутренние вступительные экзамены в Казанском университете. В этот период также ожидается большое количество абитуриентов. В прошлом году средний балл ЕГЭ составлял 77,4. В этом году планируется поднять его до 77,8. Средний балл ЕГЭ рассчитывается по бюджетному приему. А количество бюджетных мест у нас несколько сократилось по рядам направлений и специальностей. Поэтому, соответственно, те, кто пройдут отбор, их баллы будут выше. В этом году план приема в КФУ составляет 12 773 абитуриентов на бюджетную форму 5 392 человека. Пока свои аттестаты баллы ЕГЭ не получили выпускники, свои вопросы приемной комиссии задают школьники 10 классов. Дамир Гафуров приехал специально, чтобы узнать, какие требуются предметы для поступления, к чему готовиться. Я хочу стать учителем физики и дарить знания другим ученикам. У меня в семье почти все педагоги, и мне было бы приятно стать таким же. Я пришел сюда, чтобы понять, какие предметы мне нужно задавать, что стать учителем. И в следующем году уже припределу сюда, на этот факультет. Приемная комиссия будет работать с понедельника по пятницу с 8.30 и до 17.00. Казанский федеральный ждет абитуриентов. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Интересными событиями полон этот день и для Казанского федерального университета, подробнее о которых расскажет Олег Кашин. Казанский федеральный университет посетила делегация Республики ТВА во главе с первым лицом республики. Почетных гостей принял у себя ректор университета Ильшат Гафуров, рассказав про современное состояние вуза. Цель визита – научно-образовательное сотрудничество. Сотрудничество между Казанским университетом и компанией Куба Петролио ведется не первый год. За это время были достигнуты внушительные результаты как в научной, так и в практической деятельности в области высоковязкой нефти. 20 июня свои дипломные проекты защитили сотрудники кубинской компании, которые обучались в Казани в Институте геологии и нефтегазовых технологий. Олег Кашин, Леонард Влетьяров, Владимир Нелюбин, Универньюс. Тебе предстоит сдать госэкзамен? Начинаешь испытывать неуемный страх перед неизбежностью? Тогда наш следующий сюжет специально для тебя. Для всех студентов страны началась по-настоящему горячая пора. Перед госэкзаменами волнуется не на шутку каждый студент, а у многих и вовсе само слово «госэ» вызывает бессонницу и заставляет побеспокоиться. В чем его отличие от других? Почему к нему советуют готовиться уже с первого курса? Ответ прост. Государственным называется экзамен, потому что его цель – проверка учащегося к выполнению профессиональных знаний и обязанностей. Он проводится исключительно по аккредитованным государственным программам. Все вышесказанное наглядно подтверждает атмосфера в Казанском федеральном университете. Мозговой штурм здесь чувствуется на каждом шагу. Итак, дело осталось за малым. Получить билет, ответить на вопросы, дождаться заслуженной оценки. Начинает казаться, что само ожидание для студентов проходит куда более волнующее, чем сама сдача. На самом деле, сдавать государственные экзамены, это оказывается очень волнительно. Мне попались такие легкие вопросы, однако, когда я села перед комиссией, у меня как будто бы все в голове перемешалось. И в итоге я собралась, рассказала. Не знаю, какая у меня оценка. Надеюсь, будет пять. Как говорят сами ребята, если вы порядочный студент, у которого есть все лекции, то, безусловно, у вас есть все шансы на то, чтобы сдать госы на отлично. Однако, если вы не относитесь к данной категории студентов, тогда настало ваше время. Готовьтесь. Все эти чувства хорошо знакомы любому выпускнику вуза, поскольку этот экзамен сыграл в его жизни, можно сказать, судьбоносную роль. Ну, конечно, это такие вещи, которые все переживают. Я пока отвечал, не знаю результатов, но я думаю, что я хорошо отвечал. Это не страшно. Нужно просто сделать шаг, сесть и внимательно отвечать, не торопиться. Пообщавшись с будущими выпускниками Казанского федерального университета, нам стало понятно, что все волнения и переживания вполне оправданы. Но не стоит пускать ситуацию на самотек, и пора бы взять себя в руки. Аделья Шамилова, Ленарда Влетьяров, Владимир Нелюбин, Универньюс. Выпуск подходит к концу. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. С тобой была Анна Глазунова. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok